Девушка за рулем этого автомобиля долгое время не уступала дорогу карете скорой помощи. По ее словам, она испугалась перестраиваться на автобусную полосу, потому что это тоже нарушение ПДД. Штрафа избежать в любом случае не удалось. Тоже ведь нельзя запрещено. Ну как я так сделаю, скажите? Ну автобусная полоса тоже запрет. Тоже штраф. Ну я растерялась и автобусная полоса и сзади это самое. Всего за час рейда сотрудникам ПДД удалось задержать пять нарушителей. Некоторые из них сразу признали свою вину, хоть и пытались оправдаться. Но попались и те, кто утверждал, что сразу же уступил дорогу скорой. У меня регистратора нет, я бы доказал, что я пропустил его. У нас свой регистратор. На этих кадрах видно, что нарушитель на ладе 15-й модели не уступал дорогу 9 секунд. Только когда карета почти вплотную прижалась к авто, водитель решил сместиться вправо. Если я вообще не пропустил его, другое дело бы. Это же беспредел получается уж какой-то. По словам водителя скорой помощи, с каждым годом становится все больше автомобилистов, уступающих дорогу. Он уверен, что благодаря таким рейдам водители учатся на своих или чужих ошибках. Хотелось бы обратиться, чтобы были водители повнимательнее, чтобы уступали дорогу скорой помощи. Могут быть и близкие, и родственники в карете скорой помощи. Убедительные просьбы уступать, быть на дорогу внимательно. По словам сотрудников ГИБДД, подобные рейды они проводят два раза в месяц. Выявляются правонарушители, которые не пропускают на дорогах, участников движения, которые едут с синими проблесковыми маячками и спецсигнальными. И в дальнейшем уже составляется административный материал, вот как и сегодня проводился данный рейд. За это нарушение грозит штраф в размере 500 рублей или лишение водительских прав сроком на полгода. Но даже самое суровое наказание не может стоить человеческой жизни. За то время, пока водители не уступают дорогу скорой помощи, кому-то эта помощь может просто не понадобиться. Максим Никитин, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.